Надеюсь, ты еще не спишь, так как у меня есть для тебя история, жуткая и интересная. Друзья, компьютер The X Spectrum был необычайно популярен в наших странах, но в Рутубе данная тема освещена довольно слабо, хотя это и огромный пласт ретро-игровой истории, поэтому я рекомендую вам подписаться на канал Sinclair, автор которого рассказывает о спектрумах и спектрумовских играх, показывает сами спеки и различные интересные железяки к ним, а также делится своими воспоминаниями. Ссылка в описании. В начале 90-х носители информации стали объемнее и появились CD-приводы. Разработчики вовсю пользовались этим и создавали игры, в которых игровой процесс состоял практически полностью из видеороликов. Так, с появлением CD-аддона, Sega хотела максимально использовать преимущества компакт-дисков, поэтому выпустила несколько full-motion видеоигр. В первую очередь это Night Trap, о которой я расскажу как-нибудь потом. И, конечно же, Mansion of Hidden Souls, или Особняк Скрытых Душ. Игра вышла в 1993 году, эксклюзивно для Sega CD. Это приключенческая игра в таинственном хоррор-сеттинге. Она обладает уникальной атмосферой и интересным сюжетом. Хочу сразу отметить техническую часть. Из-за слабого железа Sega CD, картинка в игре сильно пережата, а в роликах очень низкий фреймрейт. Игра частенько дико потормаживает, как Доктор Хаузер, даже на оригинальном железе. Главный герой игры мальчик по имени Джонатан. Он со своей сестрой Самантой однажды ночью вышел погулять в лес. На небе светила полная луна. Саманта увидела необычную бабочку и погналась за ней. Джонатан пытался ее остановить, так как помнил историю, которую рассказывала бабушка. В этом лесу обитает злая сущность. Все ее называют Охотник. Она заманивает людей в ловушку во время полнолуния и превращает их в бабочек. Джонатан побежал за сестрой, но было уже поздно. Она исчезла, а у него на пути оказался огромный особняк, которого еще вчера здесь не было. Собравшись силами, он вошел в него. Теперь главная задача Джонатана – найти сестру и выбраться из особняка. О! Бабочка! Я сейчас вернусь, никуда не уходите. Mansion of Hidden Souls представляет из себя классическую приключенческую игру с видом из глаз. Мы должны исследовать особняк, искать предметы, ключи и решать головоломки. Герой передвигается по невидимым рельсам, от точки к точке, останавливаясь в местах, где можно совершить какое-нибудь действие. Открыть дверь, осмотреть или подобрать предмет. Во время исследования дома мы будем встречать его обитателей. Это люди, которые попали в ловушку охотника и их превратили в бабочек. Все они навечно заточены здесь. Выглядит разговор с ними довольно странно. Они появляются внезапно из ниоткуда и просто порхают перед нашим лицом. У всех обитателей свой характер, возраст, история и цель, которую они преследуют. Некоторые пытаются помочь Джонатану, а некоторые, наоборот, хотят его запутать. Разговаривая с ними, мы будем узнавать новые детали сюжета и как спасти нашу сестру. Всего в доме пять персонажей. В игре они называют их имен и не показывают, как они выглядели до того, как стали бабочками. Азартный игрок. Судя по голосу, эта женщина довольно преклонного возраста. Настроена скептически и постоянно говорит Джонатану, что ему не выбраться отсюда, но при этом частенько дает подсказки. Если, например, мы не взяли в комнате какой-нибудь предмет. Художник. Молодой парень, живущий в мастерской. Вся комната заставлена различными картинами. Судя по его рассказам, он сам захотел превратиться в бабочку. Но, похоже, теперь сожалеет об этом. Леди. Избалованная молодая девушка, живущая в розовой комнате. Поначалу Леди кажется дружелюбной, но на самом деле она обманывает Джонатана. Коллекционер. Старик, живущий в комнате, заполненной коллекцией бабочек и книгами. Этот персонаж настоятельно уговаривает героя стать бабочкой. Такое ощущение, что он просто хочет добавить его в свою коллекцию. Бабочка, коллекционирующая бабочек. Что может быть страннее? Пианистка. Молодая девушка, живущая в комнате, заполненной музыкальными инструментами. Она сожалеет о том, что стала бабочкой. И мечтает еще хоть раз сыграть на пианино. Настоятельно просит Джонатана покинуть особняк. Да, я теперь бабочка. Не могу поверить, что попался на это. В особняке два этажа. На каждом несколько комнат. Часть из них закрыта. А в некоторые двери можно войти только с одной стороны. Зайдя в такую дверь, придется искать выход в другом месте. Постепенно мы будем находить ключи. И открывать запердые двери. Во время прохождения Джонатану все время будет слышать голос Саманты. Которая просит о помощи. Само прохождение довольно линейное. И пока мы не сделаем определенные действия, нас не пустят дальше. По сути, мы просто ходим по всем комнатам, пока не наткнемся на нужного персонажа. Или предмет. Для того, чтобы не запутаться, в одной из комнат есть специальная картина. Взглянув на нее, нам покажут место, куда нужно идти дальше. В игре есть инвентарь. Туда мы складываем все найденные предметы. И при необходимости пользуемся ими. Также в инвентаре с нами все время дневник. Который нужен для сохранения игры. Сохраниться можно в любом месте. Графически игра смотрится плохо. Из-за ограничений платформы, некоторые фоны выглядят как каша из пикселей. Но дизайн в игре отличный. Все помещения хорошо оформлены. И их интересно разглядывать. В отличие от графики, музыка и звуковые эффекты отличные. В каждой комнате своя музыкальная тема, передающая характер бабочки, обитающей в ней. Также есть несколько действительно мрачных мелодий, которые создают атмосферу ужаса. Иногда во время прохождения будут происходить странные загадочные вещи. К примеру, герой затянет в картину. А двери могут открыть проход в странные места. Например, через одну из дверей можно попасть в космос. Все это очень пугающе. Так как мы не знаем природу этих событий. И что здесь происходит на самом деле. Главная задача игры – спасти Саманту. И выбраться из особняка. А для этого Джонатану придется найти волшебный кристалл. В конце концов окажется, что кристалл находится в комнате леди. Но отдавать его она не хочет. Так как уверена в том, что умрет. Если Джонатан с сестрой покинут особняк. Сам особняк не из нашего мира. И появляется только во время полнолуния. А к утру исчезает. Куда он переносится неизвестно. Но если Джонатан не успеет выйти из него до утра. То останется в нем навсегда. Ближе к концу игры включается таймер. А художник выдает нам часы. В нашем распоряжении всего один час игрового времени. Нужно срочно найти Саманту. И выбраться отсюда. Добравшись до подвала. Увидим сестру в стеклянном шаре. Вокруг пропасти и каменной столбы. Мы встретимся с самим охотником. Он выглядит как светящийся силуэт. В игре нет ни единого намека. Что это за существо. И зачем оно похищает людей. Охотник пытается убедить Джонатана остаться и стать бабочкой. Забрав Саманту, мы должны найти волшебное зеркало-портал. К нему можно добраться только через лабиринт дверей. А это очень проблематично. Так как время ограничено. А нас все время будет выкидывать в главный зал особняка. Использовав волшебный кристалл у зеркала, мы переместимся на свободу. А Саманта снова станет человеком. Меншин оф хидден соус оставляет после прохождения очень приятное послевкусие. Игра легкая, линейная и проходится за пару часов. В ней всего несколько мест, где можно погибнуть. Но я не считаю это минусом. Так как все-таки здесь главная история. Странная, мрачная, атмосферная. Интересная и полная недосказанностей. Единственный по-настоящему весомый недостаток. Это вырвиглазная графика. В целом отличная страшная сказка на ночь. Хочу отметить, что в игре нет субтитров. И если вы плохо воспринимаете английский на слух, могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении. Тут стоило бы закончить. Но я все еще бабочка. А у игры есть продолжение. Оно вышло эксклюзивно для Сеги Сатурн в 1994 году. Под названием The Mansion of Hidden Souls. Да, на западе локализаторы решили всех запутать. И назвали продолжение так же. Добавив только впереди The. Из-за этого большинство до сих пор думает, что это не вторая часть. А ремейк игры с Сеги Сиди. Действие происходит в том же мистическом особняке. Который появляется только во время полнолуния. Но на этот раз мы играем не за человека. А за бабочку. Такую же, как я. Точнее за двух бабочек. Сюжет перевернулся с ног на голову. И теперь мы должны посмотреть на все происходящее из глаз бабочек, живущих в особняке. События первой части прошло много времени. Обитатели сменились. Неизменным остался только один персонаж. Охотник. По сюжету в очередное полнолуние пошло что-то не так. И луна стала красной. Старейшина просит двух бабочек. Джуна и Майкла. Провести расследование. И выяснить что произошло. С переходом игры на более мощную платформу. Графика стала красивей. И нет теперь той самой каши из пикселей. А главное визуальное изменение. Это то, что мы видим голову персонажей. В первой части нам показывали лишь бабочек. Тут же можно увидеть их лица. Им дали имена. И попытались раскрыть их характеры. К сожалению, это напрочь убивает атмосферу. А сами лица попросту уродливы. Сам особняк претерпел некоторые изменения. План остался таким же, как и в первой части. Но комнаты практически все изменились. И добавилось пару новых. В игре, как и прежде, вид из глаз. Передвигаемся мы по той же системе. Но теперь упор сделан не на сбор предметов и решение головоломок. А на разговоры с другими бабочками. Тут у нас фактически детектив про бабочек. Больше нет головоломок. Двери все открыты. А предметов мало. А вот бабочек стало больше. 9 вместо 5. Джун. 16-летний подросток. Является главным героем. Отправляется на осмотр особняка со своим другом Майклом. За всю игру не произносит ни слова. Майкл. 16-летний друг Джуна. Помогает герою расследований. Старейшина. Управляющая особняком. Старик, который живет в особняке очень давно. Реймонд. Путешественник, который побывал во многих местах, когда был человеком. Джосси. Старуха, которая любит азартные игры. И гадать на картах. Помогает нашим героям. Незуми. Азиат. Но ведет себя как еврей. Не разговаривает с героями, пока не дадим ему золотую монету. Кэти. 7-летняя девочка. Любит людей. Для сюжета практически бесполезно. Заставляет героев поиграть с ней. Дэнни. Довольно агрессивный парень. Собирает оружие. У него в комнате есть тир. Шон. 12-летний мальчик. Психически нестабильный. В комнате у него растет цветок мухоловка. Мухоловка у бабочки. Это даже лучше, чем бабочка-коллекционер бабочек. Мы обходим все комнаты и разговариваем с жильцами. Упор в игре сделан на разговоры. Поэтому появилась новая механика. Иногда нам будут задавать вопросы. А мы должны ответить положительно или отрицательно. Это довольно важно, так как при неправильном ответе есть вероятность проиграть. Сохраняться теперь можно только в определенной комнате. То есть теперь все время нужно бегать туда-сюда, чтобы сохраниться. Также появилась еще одна механика. Карты Таро, которые нам выдает гадалка Джосси. Их можно достать в любой момент и посмотреть рандомную карту, которая будет подсказкой. А расшифровка карт напечатана в мануале к игре. По сути, эти карты бесполезная вещь, так как прохождение игры стало еще более линейным. И вы можете ее пройти, ни разу их не достав. Да и вообще, бабочка таскать с собой колоду карт? Как это? А картина-подсказка теперь не работает. Диалогов стало очень много, а субтитров как не было, так и нет. Поэтому если плохо с английским, играть будет не очень комфортно. Ведь The Mansion of Hidden Souls – самый главный сюжет. А он очень странный. Пока герои опрашивают жильцов, кто-то разгромил комнату Майкла. И украл книгу с описанием секретов особняка. Эту книгу он взял почитать у старейшины. Подозрение пало на агрессивного любителя оружия Дэнни. Так как на месте преступления нашли зажигалку с его инициалами. Стоп! Во время прохождения у меня возникла куча вопросов. Каким образом маленькая бабочка разнесла комнату? Как она унесла книгу? Получается, что она еще в кармане полноразмерную зажигалку носила. Зачем? В первой части каждая бабочка была заперта в своей комнате. И они были беспомощны. К ним приходил герой. Человек. Они символизировали в первую очередь хрупкие души людей. Особняк своего рода чистилище, существующее между мирами. Здесь же бабочки открывают огромные двери. Хлопают ими. Таскают с собой огромные предметы. Перемещаются по особняку как хотят. И даже запирают за собой комнаты на ключ. Этой игре плевать. Она не будет ничего объяснять. Здесь бабочки не имеют никаких ограничений. Все это выглядит максимально глупо. И рушит общую идею. Они должны были сидеть запертыми в одиночестве. Наедине со своими мыслями. Копаться в себе и страдать. А не устраивать коммуну. Встретив Незуми, узнаем, что книгу украл Реймонд. А в ней написано, как обратно стать человеком. И выбраться из особняка. Как ни странно, это нужно сделать с помощью магического кристалла. Как в первой части. Кстати, я уже говорил, что Незуми жадный. Он не разговаривает с нами, пока мы не принесем ему золотую монету. Такое ощущение, что сюжет писался под обычную детективную игру. А после его резко интегрировали в Mansion of Hidden Souls. Ну или это кроссовер Mansion of Hidden Souls и любого романа Дарьи Донцовой. Реймонд хочет обратно стать человеком. Поэтому он самый адекватный из всех персонажей. Но опять же, это глупость. В первой части нам ясно дали понять, что став бабочкой, ты останешься в особняке до конца своих дней. Только у человека до превращения есть шанс бежать. Все потому, что бабочки беспомощны. Раньше были. Придя к старейшине, видим его умирающим. В комнате Реймонда находим сферу перерождения. Кстати, эта комната заперта по сюжету. Мы пробираемся туда через маленькую дырку в стене. То есть преимуществом своего маленького тела бабочки пользуются. А вот недостатки у них исчезли. Шон даст нам часы, которые принадлежат художнику из первой игры. А позже в особняке можно наткнуться на мастерскую этого художника. И если у нас не будет часов, мы проиграем. Если будут, мы их отдадим и нас выпустят. Посетив гадалку, узнаем, что с умершим старейшиной можно поговорить. От него узнаем, что кристалл может получить любой. Так как он находится внутри каждого. В общем, нам толком ничего не объясняют. После этого комната старейшины превращается в портал. Герой телепортируется в святилище. Там мы увидим Реймонда, который угрожает убить охотника. Джун кидает камень перерождения в Реймонда. Тот падает. Из камня вылупляется странная, насекомоподобная женщина по имени Кандола. Она убивает Майкла и обещает убить охотника и всех остальных бабочек. Именно из-за нее Реймонд был одурманен и покраснела луна. Главный герой буквально рожает волшебный кристалл. И все бабочки вместе кидают его в Кандолу. Она умирает. Господи, какая же это глупая сцена. Реймонд, как ни странно, выжил и просит охотника отпустить его на волю. Охотник соглашается, но говорит, что тот будет обычной бабочкой и вскоре умрет. Реймонд соглашается и улетает. Игра закончена. Игра очень короткая, линейная и проходится быстро. Такое ощущение, что это просто DLC к оригиналу. Атмосфера в первой части полностью исчезла. Мы играем за персонажей, которые ходят по своему дому. Им абсолютно нечего бояться. Все бабочки счастливы и богословят охотника за то, что тот превратил их в насекомых. Это же так классно. Человекам быть намного сложнее. В первой же части мы были заперты в таинственном особняке, полном страшных секретов, попутно переживая за сестру главного героя и пытаясь сбежать от монстра, охотника. А тут сюжет как будто выдернули из дешевого детективного сериала. А сам охотник преподносится как благодетий, и у него даже есть злая противоположность, чтобы подчеркнуть, что он хороший. Вот только в первой части он охотился на людей и запирал их в особняке. Не просто так же его охотником прозвали. Тут же якобы все жильцы сами захотели стать бабочками, тем самым решив сбежать от проблемы. Все это очень не вяжется с предыдущей частью. Половину героев даже не попытались раскрыть, не рассказали о главном герое. Кто такой Джун? А в конце нам так ничего и не объяснили. Что такое охотник? Куда перемещается особняк? Для чего все это? Первая часть была слаба технически, но благодаря сюжету и атмосфере играть было очень увлекательно. К сожалению, вторая часть полная противоположность, ничего из себя не представляет. Линейна и скучна. А единственное, что может вас напугать, это уродливые летающие головы. В общем, эту игру стоит пропустить. Глупая концепция и спорный сюжет второй части загубили серию. Хотя нет, есть еще одна игра в этой вселенной, но о ней я расскажу следующей ночью. О, я снова становлюсь человеком.